Добрый день, дорогие друзья! Приветствуем вас на очередном обзоре снегоуборочной техники компании Патриот. Представляем вашему вниманию снегоуборщик ПРО-650. Снегоуборщик эффективен и прост при уборке снега. К тому же он требует минимум технического обслуживания. Инженерами нашей компании сделано все, чтобы вы без труда привели в рабочее положение снегоуборщик и с легкостью смогли эксплуатировать его в дальнейшем. Установите нижнюю часть ручки на корпус. Закрепите колеса на ходовой оси. Затем закрепите верхнюю ручку с закрепленной на ней панелью управления. Надежно закрепите тросики контроля колес и шнека. При правильной натяжке тросиков уже небольшой ход ручек должен привести в движение колесную базу и шнек. Установите штангу переключения скоростей. Закрепите желоб выброса снега и подведите штангу к нему. Остается лишь заправить топливные и масляные баки и можно запускать снегоуборщик. Открываем топливный кран. Закрываем воздушную заслонку. Праймером подкачиваем топливо. Переключаем включатель в положение ON. И коротким резким движением включаем двигатель. Перед началом запуска отрегулируйте опорные лапы. Высота ковша должна быть не ниже одного сантиметра над поверхностью. Выберите необходимое направление выброса снега и удобную для вас скорость хода снегоуборщика. Важно запомнить, нельзя переключать скорость аппарата на ходу. Следует полностью остановить его и только после этого продолжить работу с другой скоростью. Рекомендуется убирать снег при первых двух скоростях. Остальные служат для транспортировки снегоуборщика. В различные части аппарата может забиться снег и мелкий мусор. Для его очистки предусмотрена специальная лопатка. В нашем модельном ряду есть схожая модель 655E. Она отлично от этой модели электростартером и специальным фонарем для работ в слабоосвещенных местах. Рассмотрим технические характеристики моделей. Снегоуборщик Pro 650 конструктивно прост и надежен, что делает его эффективным помощником в зимний период. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и следите за новостями на нашем сайте и на страничках в социальных сетях.